И рынок столкнулся с огромной нехваткой рабочей силы. Одни и те же работники переходят из одной компании в другую. Женщинам гораздо проще найти работу, устроиться на работу, чем мужчинам. Здравствуйте, уважаемые зрители! Все чаще вы задаете нам вопросы о том, как обстоят дела с трудоустройством иностранцев на Северном Кипре в 2022 году. В сегодняшнем видео поговорим на эту тему. Меня зовут Игорь Коршунов, я генеральный директор и владелец компании Leverage Investments, лидера рынка недвижимости Северного Кипра. Для начала напомню вам, что у нас на канале есть три хороших видеоролика на тему трудоустройства иностранцев на Северном Кипре. Я очень рекомендую вам их посмотреть. В этих видеороликах вы найдете ответы, я уверен, на 8 из 10 ваших любых вопросов на тему трудоустройства на Северном Кипре. Ссылки на видео мы оставим в описании и в закрепленном комментарии. Далее, в целом, конечно же, на рынке трудоустройства иностранцев на Северном Кипре ничего не изменилось. Расскажу о некоторых нюансах. Первое. Как вы помните, 2020 год принес в нашу жизнь пандемию COVID-19. На Северном Кипре COVID появился в марте 2020 года и правительство очень быстро закрыло страну. Закрыло порты, аэропорты, школы, запретило работать любым организациям на Северном Кипре. В ограниченном режиме работали аптеки, медицинские учреждения, муниципалитеты, чтобы обеспечивать жизнедеятельность компаний, электрокомпания, банки. И, конечно же, работали все сервисы и бизнесы, связанные с продуктами питания, для того, чтобы они были в супермаркетах, работали магазины. Но остальным организациями и офисам было запрещено работать. И первым делом, как вы, может быть, помните, граждане восприняли это таким образом, что окей, на работу ходить не нужно, зарплата все равно будет начисляться, и мы будем ходить друг к другу в гости, будем устраивать пикники, ходить на природу, встречаться с друзьями, с родителями, и правительство сказало, стоп, 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 мы не это имели в виду, вы сейчас, наоборот, будете распространять заразу. И сразу же ввели комендантский час. Иногда это был частичный комендантский час, иногда это был полный комендантский час, когда он был частичный, тоже его условия менялись. Так или иначе, мы прожили в ситуации запрета на работу и в ситуации комендантского часа приблизительно полтора года, с марта 2020 года по середину лета 2023 года. К чему я все это рассказываю? К тому, что, если вы смотрели наше предыдущее видео на тему трудоустройства на Северном Кипре, вы знаете, что Северный Кипр в этом вопросе, это такой, только услышьте иронию, пожалуйста, в моих словах, это такой себе Дубай на минималках, потому что есть целые отрасли экономики, где работают только иностранцы. И вот, представьте себе, речь идет о десятках или даже более чем сотня тысяч человек, иностранцев, иностранных работников, которые вот приехали работать на Северный Кипр. Они приехали, а работать им нельзя. При этом расходы у них есть, а работы нет и доходов нет. И какой смысл всем этим десяткам тысяч человек находиться здесь, на Северном Кипре? Абсолютно естественно, те из них, кто не пустил здесь корни, кто не обзавелся семьями, детьми, недвижимостью, ипотекой, они собрались и уехали с Северного Кипра к себе домой, потому что там есть жилье, там есть родители, там есть родственники, какие-то соленья, варенья в подвале, которые в любом случае не дадут им умереть с голоду. Есть какие-то сбережения, которые можно там в более дешевой стране потратить и переждать время пандемии. И когда летом 2021 года границы потихоньку начали открываться и нам постепенно начали разрешать работать здесь, на Северном Кипре, то рынок труда столкнулся с тем, что некому работать. Просто нет работников в целых сферах. Нет официантов в ресторанах, нет поваров, нет крупье в казино. Есть нет горничных, нет садовников, нет охранников, нет сотрудников в агентствах по продаже недвижимости и так далее, и так далее, и так далее. А лето 2021 – это как раз пляжный сезон, это как раз туристический сезон, это как раз отельный сезон, и рынок столкнулся с огромной нехваткой рабочей силы. Это первое. Далее. Мы думали, что 2020-2021 – это были очень тяжелые, возможно, самые тяжелые годы в нашей жизни, и мы увидели, что это не так, что это был еще марципанчик, что в 2022 год он принес в нашу жизнь, к сожалению, большую континентальную войну в Европе. Ну вот впервые с 1945 года. И огромное количество людей приехали на Северный Кипр. Огромное количество россиян приехали на Северный Кипр, огромное количество украинцев, казахстанцев, большое количество людей из Евросоюза приехали на Северный Кипр, например, потому что туда хлынул поток беженцев, и жизнь стала менее комфортной. Ну, например, потому что их счета за коммуналку выросли в разы. Если верить нашим покупателям, нашим гостям из стран Европейского Союза, то цены там выросли в разы, а не кратно выросли. И жизнь стала сложной. Здесь на Северном Кипре у нас тоже повысились цены, но по сравнению с другими странами мы все еще остаемся очень-очень-очень недорогой страной. А большое количество приезжих на Северный Кипр, большое количество переселенцев, это необходимость в большом количестве жилья и для покупки, и для аренды. Это большая необходимость в большем количестве продуктов питания, в большем количестве сервисов. Для этого нужны новые сотрудники, новые работники. Новые работники на стройке, новые работники в агентстве по продаже недвижимости, в компании по обслуживанию, в рестораны, в компанию по производству и продаже продуктов питания. нужны новые садовники нужно обслуживать бассейны нужно обслуживать жилье нужны новые сотрудники в государственные органы причем их нужно все больше и больше и в 2022 году рынок труда северного кипра он столкнулся просто с колоссальной нехваткой работников даже наша компания мы удваиваем по площади в два раза офис нашей компании мы уже более чем в два раза увеличили количество сотрудников нашей компании только в этом месяце мы взяли 4 новых сотрудника на работу и у нас еще 9 незакрытых вакансий это то что нам нужно на сегодняшний день может быть через месяц через два я пойму что их нужно не 9 19 например есть большой рост есть огромная нехватка новых сотрудников откуда берется нехватка новых сотрудников потому что мы живем на острове и мы довольно таки ограничены в количестве жителей если бы мы жили в любой из стран евросоюза мы бы знали что есть другие страны что есть внутренняя миграция мы бы знали что есть откуда взять кадры у нас здесь на острове мы в этом к сожалению ограничены местные жители например для нашего бизнеса они не очень подходят если вы посмотрите наши предыдущие видеоролики вы поймете почему там подробно очень рассказывается они предпочитают другой стиль жизни другой ритм жизни они предпочитают работать на государственной службе это не совсем то что можем предложить мы у нас гораздо больше заработки но у нас при этом гораздо больше энергии времени уходит на работу другой уровень ответственности другой уровень профессионализма поэтому здесь мы черпать рабочую силу никак не можем мы пошли в университеты вы знаете что северный кипр это такая мека образование но если брать количество студентов на количество жителей у нас более 100 тысяч студентов на 300 тысяч жителей это официальная цифра он даже если не официально нас живет здесь не 300 тысяч а 350 360 даже 400 тысяч все же у нас более 100 тысяч студентов это более 25 процентов на наши 300-400 тысяч населения северного кипра уже на сегодняшний день получены 34 лицензии для высших учебных заведений и уже более 20 высших учебных заведений работает на Северном Кипре. И мы обратились туда, мы сказали, у нас есть потребность в сотрудниках, у вас есть выпускники, давайте объединимся в этих усилиях. Дайте нам доступ к вашим выпускникам, дайте доступ к вашим студентам третьих курсов, студентам выпускного курса, там, третьего, четвертого. Давайте мы им предложим стажировку, давайте мы им предложим работу. Это будет взаимовыгодно, вы же не только их обучаете, вы же их обучаете для того, чтобы они потом продолжали работать по этой своей любимой специальности. К сожалению, нам вузы, куда мы обращались, отказали. Им это совершенно неинтересно по какой-то непонятной мне причине. Мы говорим, да, все же очень просто, мы многого от вас не требуем. Ну, я помню свою учебу в вузе, есть какое-то место, где находится учебное расписание, и возле него различные объявления, где всегда толпа студентов. Может быть, на сегодняшний день в цифровой век все происходит как-то по-другому, но в любом случае должно быть какое-то место для общения, для каких-то объявлений, для расписания. Давайте мы там повесим свое объявление о том, что требуются работники для таких-то специальностей, на таких-то условиях. Посмотрим, хуже от этого не будет. Нам сказали сначала, давайте мы согласуем текст с ректоратом, потом нам сказали, нет, в любом случае мы вам отказываем. Почему, я не понимаю. Что по данному вопросу предпринимают наши коллеги, наши конкуренты, те, кого мы знаем, с кем мы общаемся на данную тему, с кем мы обсуждаем эту проблему. Местные компании, они либо ищут сотрудников вот в соседней Турции, которая находится в 68 километрах от нас, вот здесь, за этим морем, если будете гулять по набережной, то вечером вы увидите огни, уже турецкая набережная, турецкого аэропорта и турецких городов с той стороны пролива. На Южном Кипре бессмысленно искать сотрудников, потому что там зарплаты выше, чем на Северном Кипре. Кстати, в этом вопросе на Северном Кипре ничего не поменялось. Минималка у нас приблизительно 10 тысяч турецких лир, это приблизительно 550 евро до вычета подоходного налога. И на Южном Кипре там зарплаты выше, но там и стоимость жизни выше. Поэтому оттуда, сюда к нам люди не едут работать, наоборот, некоторые турки-киприоты, они живут на Северном Кипре, а ездят работать на Южном Кипре, здесь расстояние от нашей Кирении, например, до Никосии на Южном Кипре приблизительно 20 с небольшим километров. Это не так уж и сложно. Что еще делают? Ищут сотрудников в конкурирующих компаниях, пытаются переманивать из конкурирующих компаний. Ну, это так себе идея. Во-первых, все равно проблема на рынке труда остается, потому что одни и те же работники переходят из одной компании в другую. Во-вторых, вот у меня вчера был разговор на эту тему, на мой взгляд, это, ну, вот если мы, например, с вами украдем или купим корпус от автомобиля Мерседес и колеса от автомобиля Мерседес и даже двигатель от автомобиля Мерседес, окей, мы даже все до одной детали автомобиля Мерседес купим, мы все равно, ну, я, по крайней мере, не смогу из этого сделать полноценный автомобиль Мерседес. Ну, ну, никак не смогу этого сделать, потому что надо знать, как его собрать, надо знать, как его наладить, как настроить, чтобы одна деталь, там, один узел, один механизм сочетался с другим. Точно так же на рынке труда, если взять, там, даже лучших наших сотрудников, что постоянно пытаются сделать наши конкуренты, переманить себе, не факт, что это так же хорошо заработает у них. Скорее всего, оно не заработает у них. Можно, конечно, там, колеса от Мерседеса поставить на Ниву, может быть, это сработает, но вторым Мерседесом это Нива не станет. И главное, что все равно, в общем, в целом, ситуация не решается. Кстати, наоборот, это работает точно так же. Вот буквально на прошлой неделе мы говорили с очень классным специалистом из одной из компаний-конкурентов, вот неплохо было бы, может быть, подумать о работе в вашей компании. Окей, неплохо было бы, мы открыты, но когда мы дали тестовое задание, то этот действительно суперспециалист там, он его провалил на все 120% здесь, и мы поняли, что нет, ну вот так, вот у нас другие темпы, у нас другой уровень ответственности, у нас другой уровень профессионализма, у нас другие стандарты качества. Не получается это совместить, гораздо проще пригласить кого-либо из вас к нам на работу и дать вам наши стандарты, дать вам наше обучение и сделать из вас хорошего специалиста. Кстати сказать, если у вас есть идея переезда на Северный Кипр, на постоянное место жительства, то отправляйте ваши семьи, наш первый отдел компании, который занимается построением нашей организации, занимается наймом, и может быть, мы с вами найдем друг друга. Еще есть нюанс, чтобы вы не подумали, что вот все так, что вы приехали на Северный Кипр, и тут же вам дали очень хорошую зарплату, и вас взяли на работу, на хорошую, и вот вы довольны жизнью, и здесь работаете. Нет, все-таки есть ли у вас такая специальность, которая на нашем рынке не востребована, ну, например, вы работник госавтоинспекции, или в секторе энергетики, в секторе, не знаю, в нефтегазовом секторе каком-то, вот что-то такое, чего у нас здесь нет, то, соответственно, трудоустроиться по специальности не получится, но на сегодняшний день не так сложно сменить специальность. Есть масса онлайн обучения довольно качественного, можно обучиться и прийти к нам с новой специальностью, которая уже на сегодняшний день востребована, например, в нашей компании. Но речь не только о нашей компании, масса наших знакомых и партнеров, и адвокатов, и строительных компаний, и компаний по обслуживанию, например, недвижимости, да, с кем мы имеем дело, и банки, они ищут новых специалистов, они говорят, если у вас кто-то есть, пожалуйста, направьте к нам, мы будем очень-очень-очень рады. Я вам больше скажу, с одним из наших важных ключевых партнеров мы просто разорвали отношения в этом году, просто потому, что наши увеличивающиеся запросы, они не смогли удовлетворить, именно из-за нехватки кадров. Причем я сейчас говорю ни о рабочем классе, ни о рабочей силе. С этим как раз большой проблемы здесь нет. Я говорю об управленцах, я говорю об администрировании, они не смогли дать нам те стандарты качества в том объеме, который увеличивается, который нам был нужен. И к нашему огромному сожалению, все планы о сотрудничестве на следующие годы были перечеркнуты, и мы отношения разорвали. Они изо всех сил пытались этих специалистов найти, привозить из-за рубежа, но на сегодняшний день у них так и не получилось. Уважаемые зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете на эту тему, как относитесь к переезду в другую страну, к трудоустройству на новом месте, к тому, что придется переучиваться, изучать какую-то новую специальность и в профессиональном плане возможно начинать жизнь заново. Я уверен, нашим зрителям будет очень интересно, и в том числе и мне, почитать ваши комментарии, идеи по этому вопросу. И напоследок еще три идеи. Первая. По крайней мере, я говорю сейчас о нашей компании. Из девяти имеющихся вакансий только одна вакансия, где нужны знания английского и турецкого. На остальных вакансиях с вашим русским языком, только он должен быть хороший русский язык, грамотный, вы нам абсолютно подходите. Второе. Если говорить в целом о рынке труда, я заметил, ну, это спорный, конечно, вопрос, но мое мнение, что женщинам гораздо проще найти работу, устроиться на работу, чем мужчинам. Потому что Северный Кипр это страна, где больше развита сфера обслуживания, чем производство. В сфере обслуживания, как правило, работают женщины. И даже если вы приедете, если вы женщина, и вы приедете на Северный Кипр, и у вас нет, ну, никакого образования, нет знания языка, у вас нет никакой специальности, и вам вот прям сегодня нужно начинать работать и как-то зарабатывать, ну, окей, вы пойдете горничной заниматься уборкой, и вы получите хорошую зарплату, больше, чем минималка, которую я назвал, 550 евро. Я не говорю, что это работа мечты, но я говорю о том, что это можно будет начать делать прямо завтра. По роду своей работы мы сталкиваемся с работой горничных, мы видим, насколько они загружены, мы видим, насколько плотное расписание, мы видим, насколько высокий спрос, и мы видим, как они зарабатывают. Или вот пример одного нашего покупателя. Она жила в Екатеринбургской области, там у себя работала директором одного из магазинов сотовой связи, когда приехала, поняла, что здесь она аналогичную работу не найдет. И тогда умничка, вот молодец. Она вернулась к себе, закончила курсы в сфере индустрии красоты, приехала сюда, тут же устроилась на работу в салон красоты, уже лет 8-9 работает там, как я понимаю, абсолютно довольна этой работой. Вот пример того, как можно устроиться довольно-таки легко. И русскоязычных салонов красоты здесь на Северном Кипре уже более десятка. Если завтра появится 11-й, 12-й, 13-й, насколько я вижу со стороны этот вопрос, они не будут лишними, они будут под завязку загружены работой и заполнены своими клиентами. Тем более, что их с каждым днем становится все больше и больше и больше по вышеописанным мной причинам. И последняя идея этого видео о том, что кадровых агентств, о чем вы тоже нас часто спрашиваете, на Северном Кипре в том понимании, которое есть у нас с вами, их не существует. Есть агентства, которые занимаются оформлением рабочих виз, оформлением бизнес-виз, которые имеют связи в государственных органах для того, чтобы пробить какую-то квоту по привлечению иностранных работников, например, сферу строительства. в большом количестве, потому что все-таки местное законодательство и местные чиновники защищают местный рынок труда для того, чтобы не получилось так, что приедет огромное количество иностранцев и местные жители, выпускники местных вузов, турки, киприоты, ребята и девчонки останутся без работы. Но есть агентства, у которых есть связи, и они эти вопросы с госорганами решают. А вот фактическим трудоустройством, так, чтобы они пригласили вас, дали вам анкету, протестировали вас, чтобы у них был список вакансий, чтобы они вас куда-то порекомендовали, взяли ответственность перед работодателем за вас, перед вами за работодателя. Такого я, по крайней мере, за почти 20 лет жизни на Северном Кипре ни разу не слышал. Но Северный Кипр очень маленькая страна. Если вы просто начнете здесь общаться, знакомиться с вашими соседями, с людьми в магазинах, в различных компаниях, в сервисах, через кого вы будете покупать мебель, бытовую технику, приобретать или арендовать недвижимость, вы будете с ними говорить, рассказывать им о своей потребности. Обязательно вы найдете тех, кому вы в данный момент нужны в качестве работника, или кто вам порекомендует какую-то компанию, где нужны сотрудники на сегодняшний день, вы приедете, и я уверен, сможете трудоустроиться. Так здесь это работает. Я об этом рассказывал в одном из предыдущих видеороликов более подробно. Еще раз напомню, что ссылочку на них мы оставим в описании и в закрепленном комментарии к этому видеоролику. Обязательно посмотрите, я уверен, что вам это будет интересно и полезно. А если вам понравилось сегодняшнее видео, обязательно ставьте лайк, можете написать об этом нам в комментариях, нам будет приятно. Если вам нравится тема Северного Кипра, если вам интересна тема недвижимости Северного Кипра, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видеоролики о Северном Кипре и о недвижимости Северного Кипра. А если вы хотите приехать на Кипр и посмотреть все своими глазами, оставьте заявку с текстом «Хочу получить сертификат на бесплатный отдых на Кипре» и наши сотрудники вышлют вам его на e-mail. Ссылочка опять же в описании и в закрепленном комментарии. И открывайте для себя Северный Кипр вместе с компанией Leverage Investments. Продолжение следует...